Это село Чайкино, в нем живет тысяча крымчан. Еще несколько лет назад быт местных жителей полностью соответствовал безрадостному степному пейзажу. Из удовольствий старый дом культуры, да и тот давно просит ремонта. Население у нас начинает потихоньку расти, прибывают вновь жители, новые, поэтому капитальный ремонт здесь просто необходим уже. И ремонт будет сделан, причем гордости местного сельсовета, за собственные деньги. От Чайкина до Джанкоя примерно полчаса на машине, но теперь выезжать приходится все реже. Отдых в центре села больше не роскошь, можно признаться в любви родному дому посредством фото. Мы лично выходим, вот качели вон взрослые две есть, мы садимся и катаемся, вечером отдыхаем. Стабилизируется ситуация и в медицине. В соседней Медведевке появилось здание станции скорой помощи. На него потратили 15 миллионов рублей. Теперь есть все необходимое, чтобы восстановить силы и самим медикам. Вот шкафчики для их одежды, в которую они переодеваются, когда приходят на работу. Кровати, на которых они отдыхают, телевизор, даже есть кондиционер для контроля климата. Все есть. Единственный дефицит кадровый. Помогают медики из райцентра. Квота рассчитана на 10 рабочих мест, фактически трудится 8 фельдшеров. Рассчитана на одну бригаду, обслуживает эта бригада примерно 10 тысяч населения. А в детском саду в Медведевке даже в дефицитный период есть свободные места. Детей в селе меньше вместимости учреждения. Более чем на 2 миллиона тут были отремонтированы окна. Сад один из самых теплых в Крыму, причем тратит на это минимум денег. У этого детского сада альтернативная отопительная система. Он обогревается от термальных источников. Две скважины были пробурены еще в 90-е годы. Прямо тут, под землей, на глубине 1700 метров, спрятан источник теплой воды. А содержащийся в ней газ преобразуется в электричество. И это лишь часть объектов, поменявших жизнь села и изменивших его облик. Также тут строятся дороги, пешеходные зоны, игровые площадки. В перспективе новая школа. Что происходит сегодня в сельском Крыму, это такое фронтальное изменение его общественной среды обитания. Если лет пять назад это еще были такие примеры, больше для подражания, примеры, как исключение, некие маяки, к которым должны были все стремиться, то сегодня это уже полная фронтальная работа. В целом на нужды района из разных источников было потрачено свыше 300 миллионов рублей. Глобальная стратегическая задача парламентариев – вновь вернуть престижный статус сельской прописки. Тарас Брезицкий, Рамазан Али Вапов, телеканал Милет, Джанкойский район. Спасибо. Продолжение следует...